Мирьям Ибрагим, приговоренная судом Судана за вероотступничество к смертной казни, окончательно свободна. 24 июля она с мужем и детьми прилетела в Италию и в Риме встретилась с папой Франциском. Мирьям Ибрагим была приговорена суданским судом к смертной казни за вероотступничество в мае этого года, но позже была освобождена. 27-летняя Ибрагим была выпущена из тюрьмы 23 июня, но через 24 часа она была задержана в аэропорту города Хартум за то, что хотела якобы покинуть страну по поддельным документам. Ее муж Даниэль Вани является американским гражданином и поэтому с 26 июня супругам и их детям предоставила убежище посольства США в городе Хартум. 17 июля Европейский парламент принял резолюцию, в которой осудил дело Ибрагим и назвал его бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство. Пример-министр Италии Мато Рензи в начале июля упомянул дело Ибрагим в своей речи, посвященной председательству Италии в Евросоюзе. «Если нет европейской реакции на этот случай, мы не вправе называть себя Европой», – сказал Рензи. Ибрагим была приговорена к смерти за то, что отказалась отречься от своей христианской веры и принять ислам, религию ее родного отца, который оставил семью, когда Мариам была еще ребенком, а мать воспитывала ее в христианской вере. В тюрьме в ожидании смертного приговора Ибрагим родила дочь. На прошлой неделе ее родственники подали иск с требованием аннулировать ее брак с христианином Даниэлем Вани, чтобы в дальнейшем помешать ей покинуть страну.